Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И вчера Amplitude Studios анонсировала первое дополнение к игре Humankind. Оно называется Cultures of Africa Pack, ну, то бишь, набор африканских культур, и выйдет 20 января. Будет стоить 400 рублей, а если вы купите сейчас, то 360. В связи с этим, во-первых, я, конечно же, скажу, что будет в этом дополнении, а во-вторых, по-моему, самое главное, я предлагаю обсудить, что не так с игрой прямо сейчас, и что, по моему мнению и по вашему мнению, с этим делать. Итак, как понятно из названия, это будет набор африканских культур. Их будет 6 штук для каждой эры. Для первой эры Банту, они будут экспансионистами. Для второй эры Гараманты, они будут аграриями. Для третьей эры Суахили, торговцы. Для четвертой Масаи, опять аграрии. Для пятой Эфиопы, милитаристы. Внезапно, почему-то, не знаю, не помню, знаменитых эфиопских завоеваний. И, наконец, для шестой эры Нигерийцы, опять аграрии. Кроме того, добавится 4 природных чуда. Келеманджара, водопад Виктория, гора Зума, озеро Натрон и чудо света мечеть в Джене. Как вы понимаете, все это африканское. И еще обещают 7 независимых племен и 15 различных дополнительных событий. Ну, по ощущениям, это 400 рублей не стоит. Но решать, конечно, вам. Это, в общем-то, все, что нам обещают в дополнении. В связи с этим, я предлагаю поговорить, что не так с игрой. Во-первых, в комментариях к новости игроки сразу стали писать, что почему вы продаете дополнение, не решив существующих проблем. А проблемы действительно есть. И это касается отнюдь не сетевой игры, где цивики не появляются. У меня вот почему-то в Дискорде ребята на это делают упор. У Хьюман Кайнда и так глобальные проблемы. Вот смотрите. Сейчас вы видите на экране ачивку за то, чтобы сыграть сетевую партию в Хьюман Кайнд хотя бы с одним живым соперником. И, как видите, эту ачивку получили всего 4,5% игроков. Чтобы понять, насколько это мало, вот вам такая же ачивка в шестой циве. Ее получили 38%. Да даже если взглянуть на предыдущие проекты Amplitude Studios, вот ачивка из Endless Legend, 22%. Endless Space 2 не могу показать, потому что там такой ачивки просто нет. Я понимаю, что не все хотят быть в мультиплеере. Но согласитесь, сетевые партии это развитие. То есть, когда вам надоело с компьютером играть, и хочется каких-то необычных тактик против себя, вы идете в сеть. И вот цифры шестой цивы, когда приблизительно треть игроков идет в сетевые партии, среднее по палате. А когда таковых меньше 5%, значит с игрой что-то не так. То есть, игрокам даже неинтересно дальше разбираться. А вот конкретные цифры. В августе, когда Humankind вышел, в него играло в среднем 25 тысяч игроков. В сентябре уже 7 тысяч, в октябре 2,5 тысячи, сейчас 1,5 тысячи. В первый месяц падение в 3 раза, за полгода считайте в 20 раз. Просто для сравнения, шестая цива точно так же проваливалась в начале, но не так драматически. В первый месяц играло 85 тысяч, в ноябре 40 тысяч, ну и на самом дне, как раз через полгода, 15 тысяч. То есть падение в 7 раз. Но после всех дополнений, патчей, изменений, вот сейчас средний онлайн почти 40 тысяч. Так что мы даже добрались через 5 лет до цифр, которые были во втором месяце. Ну в принципе это держится уже давно, это не сейчас мы добрались, это уже года 2, в среднем 40 тысяч человек играет. Но цива это цива. Как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Для того, чтобы конкурировать на этом поле глобальных 4Х стратегий, Humankind изначально должна была выйти такой, чтобы как можно дольше удерживать внимание купивших ее игроков. И если не брать технические проблемы, которые вообще-то могли бы быть уже решены за полгода, Ну фиг с ними, ладно, предположим. У игры есть два больших, огромных слона, которые разносят эту посудную лавку, и которые мешают находиться в Humankind как новичкам, так и любителям стратегий от Amplitude Studios. Первая причина, это конечно интерфейс. И это отталкивает новичков. Каким бы ни был хорошим туториал, тут действительно по максимуму все объясняется, но иконок слишком много, неофиты просто теряются в том, что происходит на экране, и все равно разработчики не смогли показать всю важную информацию. Я не специалист по юзер-интерфейсу, поэтому просто говорить, вот это измените, вот это поменяйте, не моя работа. Тем более, что я как старый игрок в стратегии от Amplitude Studios, для меня интерфейс норм. Но Humankind же должен был выйти на новый рынок, привлечь новых последователей, да и просто быть лучше, чем предыдущие игры. И, конечно же, разработчики старались, потому что если неофиты запустят Endless Space 2 или Endless Legend, они там вообще половину механик просто не найдут, так они запрятаны в недра игры и стараются не отсвечивать. Но вторая проблема более серьезна и отталкивает уже опытных игроков, которые любят и этот жанр, и вообще игры от Amplitude. Это отсутствие баланса, который за полгода опять же можно было хоть как-то поправить. Чего я ожидал до выхода игры. А в общем-то Endless Legend только на квази-историческую тему. А в Endless Legend все пять ресурсов, которые вырабатывает ваша империя, могли привести вас к победе. У некоторых фракций вообще других ресурсов просто не было. По-моему, властители праха, например, получали только прах, который АК золота без всякого производства. И играйте через это. В Humankind же основа — это производство, которому еще немножко помогает еда. Деньги, культура, наука — это все уже по остаточному принципу. Если вы разовьете производство, то и все остальное у вас будет крутое. Они даже не смогли сбалансировать производство и деньги, хотя казалось бы, что уж проще. Либо ты все строишь, либо ты все покупаешь. Особенно мне, честно говоря, обидно за культуру или за влияние, а также за механику веры, они вообще кажутся тупо отдельными какими-то приспособлениями, которые не ощущаются вплетенными в игру. Как будто их добавили в последний момент. Ну, понятно, что все верования не сбалансированы, социальные политики не сбалансированы. Тут, в принципе, все плюсы от того, что вы вложитесь в культуру или во влияние, это быстрее поставить аванпост и присоединить его к городу. Потому что принимать социальные политики в дальнейшем и уж тем более влиять на соседей тупо невыгодно. То есть сосед сидит, не вкладывается в культуру, вы на него влияете своими социальными политиками, он принимает ваши социальные политики, даже не платя за это ничего. Зато он вложился в производство, настроил армию и пришел вас, захватил такого культурного. Да, там есть механики того, что влияние позволяет претендовать на территории. Ну, претендуйте, кто вам мешает. Только у вас следует производство, чтобы эти территории захватить. И так по очень многим вещам можно говорить. И меня, как любителя глобальных стратегий от Amplitude Studios, именно вот это расстраивает. Что в предыдущих играх, в общем-то, существовало вот это разнообразие. А тут они делают игру, в которой это все вроде как исчезает. По какой-то необъяснимой причине. И за полгода они ничего не изменили, как будто они этого не чувствуют. Еще раз повторюсь, что шестая Цива тоже была сырая на выходе. Тоже потеряла много игроков. Но она, тем не менее, оставалась Цивой. Чувствовалась и преемственность, и что эта игра просто, знаете, обрезана в угоду будущим дополнениям. Humankind же при выходе полон контентом. Но он не воспринимается цельно и, очевидно, вообще не сбалансирован. И мы могли полгода тут, конечно, давать авансы разработчикам и говорить, что вот, они сейчас исправят. Тем более, что они вроде как регулярно выпускали большие патчи. Но в итоге ВОЗ и ныне там. Все, что в Humankind есть внутри, отдельно смотрится прикольно. Рассказываешь о каждой отдельной механике, это звучит классно. Но оно вместе не работает. Это, знаете, даже чем-то Cyberpunk 2077 напоминает. Там многие перки просто не работали, когда ты прокачивал своего персонажа, давал ему способность, они не работали. Так и здесь механики. Я уже молчу о том, что события не происходят. Вот эти вот различные квесты. Поразительно, просто поразительно. Что там у них такое поменялось, что предыдущие игры, несмотря на всю их сырость, было нормально играть с самого начала. А Humankind выглядит провалом. Да, будут еще дополнения и не паками культур. И как я уже говорил, когда я озвучивал своего персонажа, там были такие фразы, по которым понятно, что будут еще и механики добавляться. Но спрашивается, зачем? Сделайте, чтобы вот это вот у вас работало все вместе. Я даже теперь как-то со страхом жду новых дополнений, потому что если это все-таки как-то починит, то новое будет опять постоянно все ломать. Я ради интереса еще сходил, посмотрел на количество игроков Endless Space и Endless Legend. На удивление, там даже это количество после релиза не падало. Вышел Endless Legend, было 2000 в среднем, и так по месяцам и держалось на протяжении трех лет. Потому что в игру интересно возвращаться. Что же касается Endless Space 2, вышло, там 2000 и так постепенно 2000-1500 и держалось. И кстати, сравните аудиторию, да? Вот Amplitude Studios была инди-студией. Выпускала игры, в которые в среднем играли 2000 человек. Так, ну понятно, что там больше аудитории, там пускай будет 400 тысяч, просто 2000 играет одновременно. А вот выпустили Humankind, о котором уже они отчитали, что и больше миллиона продали. Возможно, уже и по 2 миллиона. Но в итоге сейчас в Humankind играет меньше людей, чем играло в их предыдущие проекты. Очевидно, что-то пошло не так. Я в любом случае своих зрителей буду держать в курсе, естественно. Я буду показывать это дополнение новое. Конечно, сыграем за эти все африканские культуры. Но разработчикам надо что-то делать. Потому что, ну я лично не ожидал, что Amplitude Studios так странно будет поддерживать Humankind. Хотя очевидно, что и перспектив у игры больше, и аудитория больше. Ваше мнение, конечно же, хочу прочитать в комментариях. Собственно, интересуют два извечных русских вопроса, кто виноват и что делать. Несмотря на то, что студия французская. Ну а вы слышали Алексея Халецкого. Не забудьте поставить лайк, подписаться и сыграть в какую-нибудь умную игру. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.